Эту картинку, как и превью, я создала с помощью MeJourney. И в этом видео я расскажу лайфхаки, как же им пользоваться, чтобы получать то, что надо. Это видео получилось настолько объемным, столько много информации, решила я его разделить на две части. Сегодня будет часть первая, мы пройдемся по более базовым лайфхакам. Во второй части уже будут более продвинутые, которые, возможно, ты даже не знал. Для тех, кто не знает, что такое MeJourney, это нейросеть, которая генерирует любую картинку с текстом. Работая с ним, все кажется очень просто. Вроде бы ты вводишь любой текст, и она тебе выдает картинку. Но не всегда то, что ты думаешь, получается. Вот, например, я попросила его сгенерировать в себя. Да, это программа. О программе нужны четкие инструкции. Я буду рассказывать о самых простых, дальше мы будем доходить до более таких прикольных лайфхаков, которые я находила, поэтому смотри до конца. А в конце я расскажу, кстати, как получить бесплатные часы от MeJourney. Если ты не пользовался MeJourney, то тут все очень просто. Мы заходим на сайт, с сайта мы переходим на дискорд, мы здесь авторизируемся. И ты уже здесь заходишь в ньюбис, и, в принципе, можно уже начинать. Перед тем, как начинать, тебе нужно будет подтвердить асептос. Все, как только ты подцепил, ты можешь уже писать слэш и мэджи. Выливается какой-нибудь промпт, и дальше ты пишешь, что ему нужно представить. К примеру, собаку. И уже ждешь, когда оно тебе сделает эту собаку. Если ты первый раз запутался, что здесь столько картинок, и как найти свою, то ты можешь ее легко найти здесь в почте. Будут для вас упоминания. И вот здесь тебе генерируется твоя собачка. Как ты видишь, когда ты даешь просто какое-то слово, у нее включается своя же фантазия, оно тебе генерирует любую собаку, которую только хочешь. И после того, картинка готова. И здесь уже есть you от 1 до 4 и 2 от 1 до 4, что это означает. То есть, если тебе какая-то из этих картинок понравилась, и ты хочешь уже апскейл сделать, то есть сделать ее большой, ты выбираешь you, то есть апскейл. Если же тебе понравилась какая-то вариация, но ты хочешь еще больше поэкспериментировать, допустим, тебе понравилась вариация первая, и ты хочешь, чтобы она дала еще 4 вариации по первой картинке, ты уже нажимаешь v1. И вот, пожалуйста, он тебе сгенерировал 4 разные вариации картинки v1. Если тебе понравился какой-то вариант, нажимаешь вариант Q3, вот изгенерировалась картинка, ты открываешь ее в браузере, и дальше уже сохраняешь, кстати, на компьютер. И это была самая-самая простецкая инструкция, как использовать Majorney. Думаю, ты это уже знаешь. На самом деле, у Majorney есть очень много других лайфхаков. И давайте нырять глубже. Первое, что я хочу сказать, как сделать так, чтобы ты общался с ботом один на один, а не в комнате с другими людьми. И здесь есть две вариации. Первый вариант. Это зайти в комнату, которая создана была несколько дней назад другими людьми. Соответственно, шанс, что там уже ее никто не использует, очень велик. И ты там будешь, по сути дела, как бы один на один. Как это сделать? Ты заходишь в веточку, и здесь вот видите, очень много разных веточек, которые были созданы. Одну минуту назад, шесть минут назад, сорок восемь минут назад, четырнадцать. Нас интересует несколько дней назад. Мы находим веточку, вот, пожалуйста, два дня назад. Все, здесь уже больше никого нет. И считай, ты можешь ее использовать как бы наедине с ним. Нажимаешь Imagine Pro, и дальше себе работаешь. Как видишь, здесь уже никого нет. Второй вариант. Это загрузить бота к себе в сообщение и как бы общаться с ним в личку. Как это сделать? Для этого создаешь сервер, свой шаблон для меня и друзей. Вот здесь вот мы нажимаем, допустим, YouTube. Создаем. Все, сервер создан. Теперь мы переходим в Majorney обратно. Мы нажимаем на человечков. Нажимаем на Majorney Bot. Нажимаем добавить на сервер. Здесь мы выбираем сервер YouTube. Продолжить. Пролистываешь. Авторизовать. Пожалуйста, авторизован. И теперь ты переходишь к себе на YouTube, и он у тебя уже здесь. Ты нажимаешь Imagine, и все. И ты общаешься один на один с Majorney. Здесь есть такая поправочка. То, что ты общаешься с ним в личке, не означает, что другие ребята не видят твои фотографии. Нет. Они по-прежнему их видят в каком-то из серверов, в каких-то из комнат. Просто ты уже не видишь других. Это очень удобно. Если ты не хочешь, чтобы твои работы видел, то это более платная версия. Ты нажимаешь Платную версию, и нажимаешь Private Mode, и все. Твои картинки никто не видит. Это мы выяснили. Теперь можно работать спокойно. Дальше, перейти, как мы начнем, нужно его настроить. Нажимаем Slash. Нажимаем Settings. Enter. И он тебе выводит разные вариации. Я сейчас объясню, что это означает. Первое, ну, конечно же, какие версии Majorney. Сейчас самая новая версия 4, поэтому выбираем, конечно, 4. Если тебе нужно аниме, то это ты уже выбираешь Нижи Mode, и там тебе будет выдаваться аниме. Дальше, следующее. MG Test, MG Photo. MG Test будет давать все-таки более креативные, более смешные картинки, да. MG Photo – это более реалистичное фото. Health Quality – это половина Quality, Base Quality как бы на серединке. И, конечно же, очень хорошее качество. Это будет у нас High Quality, но он будет забирать у тебя в два раза больше очков. То есть ты уже не сможешь сгенерировать так много бесплатных картинок, нежели ты бы смог бы в базовом качестве. По стилистике все понятно. Если стилистика Style Low, то это означает, что у него будет больше фантазии, так скажем. Он будет больше экспериментировать. И, соответственно, Style Very High, он уже будет более такой консервативный. Дальше Regular Upscale, Light Upscale, Bad Upscale. Это качество изображения. И дальше по последнему. То есть Public Mode – это публично. Да, Stills Mode – это не публично, то есть приватно. А Remix Mode, то есть добавляем Remix Mode, это всегда очень прикольно. И потом покажу, как это использовать. То есть ты можешь на сгенерированную тобой картинку нажимать, чтобы он ее изменял. Fast Mode будет тебе быстрее генерировать картинки, но за это оно забирает у тебя больше очков. Все, с настройками разобрались. Дальше. Когда начинаешь работать, особенно это касается тех, кто не знает художественных терминов, не знает, там, кинематографических терминов. Но хочешь сделать картинку, конечно же, очень круто и профессионально. Я поделюсь несколькими сайтами, которые закроют абсолютно все возможные описания, которые только могут быть. Ну, по крайней мере, большинство очень точно. Первый сайт от MidJourney. В чем его плюс? Плюс в том, что это промпты, то есть подсказки от самого MidJourney. Все промпты, которые здесь есть, автоматически там уже встроены в этом MidJourney. Соответственно, он их понимает лучше всего. К примеру, если ты введешь Kinout Type, то, скорее всего, картинка 99% будет вот такая вот, примерно в таком вот стиле. Да, если же ты что-то с головы себе придумал какой-то промпт, возможно, MidJourney этого не поймет. Да, то есть, конечно же, лучше использовать те характеристики, которые в нем уже встроены и которые он хорошо понимает. Здесь очень круто показаны примеры на котике, поэтому смотрим, да. Что означает? Так, это Prompt Example. Вот, пожалуйста, когда нажимаешь Imagine Prompt, ты вот сначала выбираешь, какую стилистику, и уже тогда Style Cat. То есть, мы берем, какой нам понравился. Допустим, давайте Black Light Painting. Вводим сюда. Imagine Black Light Painting. Дальше вписываем Style Dog. И посмотрим, насколько схожи Black Painting, как написано в MidJourney и с этой картинкой. Как мы видим, что здесь была какая Black Light Painting, что и здесь, они супер похожи, да. То есть, потому что он понимает эти промпты, они у него заложены. Давайте посмотрим, что еще здесь есть. Здесь есть более специфические. Допустим, если ты хочешь скетч и времена, да. Да, вот мы видим, что 1070-й и там 1090-й или 80-й. Это абсолютно разные стилистики. Эмоции, соответственно, какие есть эмоции выдают. Какие цвета. Дальше, где именно, да, это соль, да, это джунгли, это пустыня. Это такие самые базовые, базовые характеристики промпты от самого MidJourney. Дальше, ныряем глубже. Очень крутой сайт. И я поняла, что вот те, кто не учился в художке, это прям самое то. Называется сайт Promptomania. И здесь есть не только MidJourney, здесь также есть от Stable Diffusion. Есть Ice Park, Genetic, Dream City. Нам сейчас интересуют MidJourney. Откроем MidJourney. Здесь мы сразу же выбираем, что нам нужно. Нам нужны портреты, нам нужны сферы или нам нужны лендскейпы. В нашем случае портреты. Мы выбираем портрет. И здесь уже выбираются разные корректиристики, детали. И вот, пожалуйста, камера, Film Types. Какие есть Film Types, да, и мы здесь уже смотрим Instax, Fugee Superior. Если тебе там нужен, не знаю, больше цвета, соответственно, ты выбираешь какую палетку, да. Есть Motion Picture Practice, есть Chromatic палеточка. И, пожалуйста, вот, вот такая вот палеточка полностью, она полная. Дальше, если нужна там, не знаю, Motion Picture, то, пожалуйста, вот такие вот палеточки. Свет, да, какой именно тебе нужен свет? Стиль, Global Illumination. Пожалуйста, тебе показывают, какой именно свет. Какие именно стили света есть, да. Soft Lighting, Hard Lighting, Volume Light, Relumatic Lighting. Очень круто. Это было в стилистике. Дальше, Minimum Thaless and Artist. Здесь тебе показываются стилистики разных артистов, разных художников. Да, это Энди Уохалл рисовал в таком стиле, да, Энгел Ролл и Спиртрон в таком вот. Дальше, Majorney Parameters. Здесь, кстати, ребяточки, вот, пожалуйста, все параметры и все характеристики, да. Что означает Stop, что означает How, что означает Light Up Scale. Поэтому все переводим. А как это переводить еще быстрее, чем в Мерлин, я покажу в следующем видео. Поэтому следи. Это лучший переводчик, который я пока видела в онлайн-режиме. Никаких сайтов не нужно переходить. Супер, просто очень классно. Еще есть один сайт. Это если ты примерно знаешь, что как называется, тебе не нужны картинки. Соответственно, ты можешь просто заходить на вот этот сайт, выбирать себе там BarQ, Impressionism, Installation, Landscape. Что конкретно тебе, на чем мне нужно сфокусироваться, размерчики. То есть это для тех, кто уже примерно знает, что ему надо. Для тех, как меня, мне нужны картинки. Соответственно, этот промп не супер подойдет. Но тоже очень классный сайт. Все сайты я оставлю в описании. Следующий сайт и последний на сегодня по промптам. И с этим сайтом закроются просто все нужды в промптах. Это сайт на GitHub, ребята сделали какие-то. И здесь это все с картинками, что идеально. Допустим, нам нужна тематика. Мы выбираем разные тематики. Допустим, мы выбираем Science 5. И здесь тебе сразу же показываются картинки. То есть, если ты ведешь там Alien, то тебе будет вот такой вот стиль. Invasion. А-а-а, это просто mind-blowing. Ребята, очень молодцы, кто это собрал и сделал. И еще и с этим сайтом ты закроешь просто все потребности, а. Как же это круто. Благодарочка. Лайк. Кстати, я здесь выписала несколько еще промптам. Немножечко объясню вам, если вдруг вы не знали вообще, что к кому относится. Допустим, да, если я использую там Ninja, это больше аниме. Киберпанк я очень часто использую. Суперреалистик, кстати, очень классно помогает. RTX, это лучи отображения, да. Кстати, 8К не помогает. Пишите 8К, Full HD, картинка все равно не будет 8К и Full HD. Гиперреализм тоже очень классно помогает. Синематик классно помогает, добавляйте эти. Color Grading, это чтобы под цветом все было очень красивенько, да. Ultra Wide Angle, это супер широко, либо просто очень широко. Dips of Field, это более размытие, если надо, да. Hyper Detailed, кстати, классно, тогда будет очень детализировано он все рисовать. Beautiful Color Code, конечно же, по цветам. Insane Details, это еще больше деталей. Кстати, разработчики говорили так. Ему, если ты хочешь что-то реально увеличить или на чем-то сделать супер акцент, это можно сделать либо благодаря кодингу, я потом покажу, либо благодаря прям очень большому описанию. То есть, если ты хочешь действительно большие там крылья, то ты не пишешь Big Wings, а ты пишешь гигантские крылья, вот такого плана, да. Поэтому там Insane Details, то есть супер детально. Дальше, Unreal Engine, это больше относится к 3D. По цветам классно, когда вот Backlight, мне нравится это, то есть, задний свет, да. Nature Light, это натуральный цвет, то есть, это по цветам тоже очень важно. Я замечала, что когда не вписываю синематик, он мне дает такие больше простые картинечки. Когда я говорю синематик, он больше мне киношные такие вот дает варианты. В общем, вот эти такие промптики, которые я часто использую. Важное замечание. Если ты думаешь, что напишешь кучу разных характеристик и впихнешь их в один текст, это не означает, что картинка будет вот максимально полная, максимально с полными твоими характеристиками. Нет. Как раз это работает по принципу наоборот. Чем больше слов, тем меньше веса каждая из них имеет. Соответственно, тем больше он не понимает, на чем ему нужно сконцентрироваться, и он будет сам выбирать, что конкретно он покажет тебе. Следующее. Мы поняли, теперь мы зарегистрировались, мы одни, мы уже знаем все подсказки. И теперь по структуре как раз пройдемся. Как у чата GPT, как и у других любых аишек, роботов, ботов, кодов. Они понимают, когда есть структура. Если эта структура разбросана, он тебе не будет понимать, что тебе выдавать. Потому что у него заведено. Первое должно быть, если это есть картинка, то картинка должна быть первая. Следующее. Что конкретно ему нужно представить уже сам промпт. И следующее. Это параметр. То есть вот так вот должна выстраиваться структура. Вот так он понимает очень классно. Следующий лайфхак. Кроме того, чтобы дать ему понять, на чем ему сфокусироваться, тебе также нужно понять, на чем ему не фокусироваться. И что ему не нужно добавлять. К примеру, если ты хочешь природу, но ты представляешь эту природу без дерева или без воды, мы в конце добавляем no sky, no sea, no tree. Это очень важно. Тогда он просто не будет это добавлять. Здесь я также выписала это прямо целом и джорни по структуре. То есть у нас есть subject. Это человек, это животное, это character, это какая-то локация, что-то определенное. Дальше medium. То есть это что именно? Это фото, это картина, это иллюстрация, это скульптура. Дальше environment, какое окружение это дома, не дома, на луне, в нирване, под водой и так дальше. Какой свет, какой цвет, mood, composition. И вот так оно должно по структуре идти. Дальше по размеру. На самом деле размера фотографий очень-очень много, но лучше всего он понимает только две модели. И это портретную и landscape. Портрет это у нас будет 2 на 3. Если тебе нужен landscape, то есть это больше для сайта, либо нужна такая более широкая картинка, то это 3 на 2. Но 16 на 9, по сути дела, это горизонтально, но она не всегда хорошо работает. Даже когда мы заходим на сайт Pramtamania, вот здесь будут разные размерчики, да, то есть, конечно, 16 на 9, есть и 9-16, но лучше всего он понимает только две модели. Это 2 на 3 и 3 на 2. Еще один лайфхак, чтобы он больше сконцентрировался на размере, чтобы выделить этот размер, тебе нужно его выделять, вот так вот мы пишем, две таких полосочки, one down, ar, отступаешь и уже пишешь размер. Давайте 16 на 9 посмотрим, вообще сработает, не сработает. И enter. Вот, и как мы уже видим, видите, оно уже вырисовывается 16 на 9, то есть более горизонтальным классом. Вот, пожалуйста, вот таких вот собачечек на вывело, очень миленький, очень классненький цветик. И это была первая часть лайфхаков, одним из самых простых лайфхаков, более продвинутые нас ждут в пятницу, поэтому надеюсь, что тебе это понравилось и ты ждешь не терпения в пятницу. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok